8.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. 8.00 столица Казахстана. Технарей. Об этом Гульнара Ерманова. Ежедневно здесь собираются десятки безработных жителей столицы. Мужчины готовы браться за любую работу. На так называемый пятак каждое утро приходит и 22-летний Серик Кушибаев. Молодой человек утверждает, что учился в колледже, вот только занятия во время пандемии проходили онлайн, поэтому и не пригодились. По специальности работать не смог, а переобучиться снова нет времени и возможности. Нужны деньги. На биржу ходил. Зимой я официально сижу на зарплате. Работаю грузчиком на складе. А летом здесь. Беру любую работу. Приходящие сюда мужчины предпочитают хоть и тяжелый труд, но за моментальную оплату. Оценивают услуги грузчиков и разнорабочих по-разному. Здесь своя система трудовых отношений. Порой бывает, что рабочие и вовсе остаются ни с чем. Не бывало и кидало даже. Между тем, казахстанские производства остро нуждаются в квалифицированных кадрах. Спрос, говорят работодатели, на технорей. Нужны инженеры, электрики, энергетики, геологи, исследователи и многие другие. Острая нехватка специалистов у нас получается специалисты КПА. Контрольные измерительные приборы, которые, как известно, сейчас на рынке производством занимаются автоматизированные станки, оборудование очень сложное, которое выходит из строя и некому их сейчас отремонтировать и настроить. На весь город в Астане там 3-4 специалиста КПА. И в очередь доходит до того, что на неделю мы записываемся, чтобы что-то отремонтировать. Если произошла поломка, завод стоит. К слову, услуги таких специалистов работодатели готовы щедро оплачивать. Пока же компании вынуждены обучать рабочих за свой счет. Сами обучаемся, сами, как говорится, методом тыка обучаемся и обучаем своих рабочих. Приходят нам чернорабочими, потихоньку обучаются, переходят на станочники. Я думаю, где-то это на базе Карагандинского, наверное, готовить надо специалистов. И мы готовы, чтобы студенты могли бы стажироваться у нас на нашем производстве. Это про КПАшников, про электриков. Мы могли бы совместно работать с этими образовательными заведениями, чтобы они проходили практику у нас. Помочь безработным готовы и в центрах занятости. Вот только не всех даже после обучения получается трудоустроить. Сами безработные граждане привыкли получать ежедневную оплату. У многих заблокированы счета в банках. Они не хотят идти на постоянную работу, так как заработная плата идет через банк. По информации Министерства труда и социальной защиты населения, на электронной бирже труда с начала этого года было смещено почти 140 тысяч вакансий по техническим направлениям. Особым спросом пользуются электромонтеры, электротехники, а также специалисты в области промышленности и производства. Для удовлетворения спроса на технических специалистов в стране ежегодно по запросу Министерства высшего образования выделяют государственные гранты. Из 60% грантов этого года больше внимания уделяется направлениям транспорт и транспортная техника, промышленность, а также геология. Получить профессиональное образование можно и в колледжах, причем совершенно бесплатно. 80% студентов, выбравших технические специальности, в этом году обучаться будут за счет государства. К 2025 году, обещает Минпросвещение, образование в колледжах и вовсе станет полностью бесплатным. Но чтобы потраченные из госказны деньги действительно помогли подготовить на рынок профессиональных специалистов, нужно приложить усилия. Ведь чаще всего, уверены эксперты, выпускники не всегда идут работать слесарями или электромонтерами. Государство, когда тратит миллиарды средств на обучение в колледжах, и когда студент получает профессию, например, сварщика, он отучился 3 года на сварщика, и после чего он просто не идет работать сварщиком, а государство в него вложилось. Для того, чтобы ребенок, который пришел в колледж, работал по профессии, ему надо с малых лет уже дать корпоративный дух той или иной компании. Для этого у нас есть дуальная система обучения, но она должна работать не для галочки, не для того, чтобы показать, что мы это делаем. А дуальное обучение должно работать прям как в аптеке, прям в точь-в-точь, по граммам, в минуту в минуту. Практика и теория в одном временном пространстве. По мнению экспертов, в стране должны открываться каворкинг-центры и хабы для студентов, где они могли бы набираться практических навыков. Кроме того, пора менять не только стандарты профессионально-технического обучения, но и подход. Учащихся можно отправлять для обмена опытом на зарубежные производства. Тогда, возможно, и колледжам не придется предоставлять фиктивные отчеты о трудоустройстве своих выпускников, считает эксперт. Гульнара Ерманова, Диас Кувланбаев, Хабар, 24. Дорожная отрасль в Казахстане испытывает дефицит кадров. Не хватает в общей сложности больше двух тысяч специалистов и не только рабочих, но и инженеров, лаборантов и геодезистов. Это, по словам экспертов, негативно сказывается на качестве автотрасс. При этом назвать профессию дорожников низкооплачиваемой нельзя. Так, почему молодежь неохотно ее выбирает, выяснял Рауль Габитов. Сезон дорожных работ в самом разгаре. По всей стране сейчас строят и ремонтируют тысячи километров автотрасс. Но рабочих рук не хватает. Сейчас, когда рынок труда заполнен юристами и экономистами, квалифицированные дорожники на вес золота. В нашей компании ощущается, мы очень сильно ищем новых специалистов. Но рынок очень маленький специалистов, и мы не можем найти хороших специалистов. Ну, наверное, мало информированности. То есть, никто не знает, что за специальность. Внутри не знают, что есть, допустим, позиции различные, как инженера ПТО. Чтобы отрасль развивалась, а качество дорог становилось лучше, нужны не только грамотные специалисты, но еще и ученые, которые бы проводили исследования, внедряли новые технологии. Таких людей тоже практически нет. Цифры говорят за себя. За 12 лет степень доктора получили всего два человека. Есть докторатура транспортное строительство, образовательная программа, но ни одного гранта не выделяли. Обучились два докторанта за свой счет. То есть, на платном отделении обучились. Если вот наши те, которые доктора наук, там, кандидаты наук, а им уже за 60. Вот мне 45 лет, я кандидат технической наук, представляете? А за нами же должна молодежь идти. А как? Проблема, по словам экспертов, в отсутствии престижа профессии и изначальной подготовки кадров. Обучают будущих дорожников в восьми вузах страны. Сейчас в них числится около 700 студентов. Это примерно 100 выпускников в год. Чтобы покрыть спрос на специалистов, этого недостаточно. Хотя с дарплаты квалифицированных строителей автотрасс маленькими не назовешь. В среднем 500 тысяч тенге. Турцкий автодорожный институт, к примеру, он был автодорожным. Те кадры, которые работали в 70-е, 80-е, 90-е годы, выходцы с этого университета. Поэтому у нас какой-то прогресс был. Сегодня там наплыва студентов нет. Преподаватели, многие, которые были с Россией, снова эмигрировали обратно в Россию. Практически исчезли, говорят, в ассоциации и автодорожные факультеты. Их во многих вузах объединили с факультетами строительства. Большинство выпускников таких учебных заведений в итоге становятся не дорожниками, а строителями. Персональное дорожное строительство сегодня стало забвением. Поэтому при такой раскладке сегодня подготовки кадров, лет через пять вообще будет дефицит. Так, категория людей, которые сегодня работают, все равно время их берет, уходят на пенсию, стареют, устают от этой работы и уходят. В Высшем колледже транспорта и коммуникации Астаны заявляют, наплыв студентов постепенно растет. Связывают это с увеличением числа грантов. Их за последние три года выделили около ста. Свободных вакансий в отрасли много. Спрос на наших выпускников большой. С нами постоянно связываются представители дорожных компаний. Интересуются по поводу наших студентов. Иногда приглашают их на практику. Раньше гранты на специальность дорожников практически не выделяли. Но в 2021 году начали это делать. Что очень радует. Предложения по решению проблемы есть. В первую очередь поднять имидж профессии. Тут нужна большая идеологическая работа. И выделить больше грантов в высших учебных заведениях. Комплексный план, считают эксперты, постепенно даст положительные результаты. А масштабы дорожных работ обеспечить казахстанскую молодежь работой позволяют. Рауль Габейтов, Мурат Арифханов, Фарман Ахшабаев, Хабар 24. Ведомственные вузы МВД ввели льготы для отличников. В этом году вне конкурса туда поступили обладатели знака Алтенбельга и выпускники, набравшие больше 100 баллов на ЕНТ. В Карагандинскую академию МВД имени Бармбека Бесенова поступили 250 новых курсантов. До начала занятия они испытывают свои силы в учебно-тренировочном лагере Долинка. Как проходят проверку будущие правоохранители, расскажет Марина Золотарева. Кайрат Канатов из области Улытау самый высокий среди первогодок. Его рост 194 сантиметра. Курсант, кандидат мастера спорта под дзюдо и казакша-курес. К Карагандинскую академию МВД Кайрат поступил вне конкурса. На ЕНТ он набрал 104 балла. В своей семье Кайрат первым наденет погоны. Я хочу стать следователем. Это моя детская мечта. Считаю, что у этой профессии есть будущее. Поэтому я максимально старался, чтобы попасть в академию. Я сделаю все со своей стороны, чтобы закончить ее. В течение месяца абитуриенты проходят курс молодого бойца. Подъем в 6 утра, до завтрака 4-х километровый забег и разминка. Потом тренировки в течение дня. Завершится сезон марафоном до академии. До нее от учебного лагеря более 40 километров. Нагрузки много кто не выдерживает. 10 дней, 2 может, неделю води может. Много кто на кросс не выдерживает нас. Просто ежедневная у нас подготовка на марш-бросок. К кроссам идет по кругу у нас 1800, почти 2 километра. По нему начинаем только с 5 кругов. И дальше 10-15 кругов каждый раз будем добавлять. Девчонки не сдаются. Очень-очень даже крепкие они. Ведомственные вузы Министерства внутренних дел решили привлечь больше отличников. Выпускники школ с высокими показателями ЕНТ и обладатели знака Алтын-Бельгы поступили вне конкурса. В Карагандинской академии таких около 20 человек. Их освободили от сдачи обязательных физических нормативов. Марина Золотарева, Сайла Угликов, Зарина Зубыхар, Карагандинская область, Хабар-24. Между тем, механизаторов и трактористов не хватает в Западной Кадахстанской области. Сейчас там разгар полевых работ, но пахать землю некому, говорят местные аграрии. Большинство комбайнеров старше 50 лет. Молодежь, по их словам, сейчас стремится в город. Руслан Тосименов возделывает землю вот уже 20 лет. На комбайн тело еще мальчишкой. В его руках спорится любое дело. Работа в поле приносит одно удовольствие, говорит механизатор. Условия хорошие. Основные рычаги, вот. И все, кондиционер со всеми удобствами. Работы в поле еще предстоит много. Уборка урожая не терпит промедления. Механизаторов в хозяйстве не хватает. Работают они практически без выходных. Ну, в поле работ не хотят, потому что, наверное, хотят, не хотят в пыли быть. Сейчас и механизаторов-то нет, не осталось. То, что уже старые пенсионеры, а молодежь вообще на поле вообще не хотят. Я даже не знаю почему. Стимула может быть. Если у молодежи желания нет работать, их уже не заставили. Это одно из крупнейших хозяйств Ромского района. Амантай Мурзагалиев выращивает яровые, масличные, азимые культуры. Говорит, в агросфере острая нехватка кадров. Прежде всего, механизаторов. У предпринимателя масштабные планы на ближайшую трехлетку. Строительство откормочной площадки и комбикормового завода. Создание 700 новых рабочих мест. У нас очень хорошая заработная плата. В регионе такой заработной платы сейчас здесь нет. В среднем зарплаты, скажем, на больших тракторах, конечно, порядка минимум 500 тысяч тенге на руки. Мы готовы взять Теректинский колледж на свой баланс, взять под управление. Нам надо свою молодежь растить. Таких кандидатов мы должны готовить и специалистов. Со специалистами очень большая трудность. Как оказалось, в регионе специальность тракторист-машинист можно получить в 13 колледжах. Ежегодно на подготовку кадров государство выделяет 100 грантов. По официальной статистике, лишь 28% выпускников идут работать по профессии. В этом году колледжи региона закончили свыше 5000 студентов. Из них специальность тракторист-машинист получили 125 человек. Только 36 из них трудоустроены. Это сезонная работа, поэтому молодежь неохотно идет туда работать. Для решения проблемы местные колледжи заключили договор с сельхозпредприятиями региона. Это позволит снизить кадровый дефицит уже в ближайшие годы, уверены специалисты. Только в этом году на подготовку кадров от хозяйств поступило 320 заявок. Из них 16 на трактористов-машинистов. Альбина Кумаргалева, Булатжерл Гассов, Хабар-24, Западно-Казахстанская область. Мы вновь в эфире. Власти Ирана сообщили о теракте на юго-западе страны. Неизвестный открыл огонь по паломникам в мавзолее Шахчарах в провинции Фарс. По предварительным данным, один человек погиб. Семеро получили тяжелые ранения. Официальные лица заявили, подозреваемый задержанный отправлен на допрос. Предположительно, мужчина является сторонником одной из деструктивных религиозных идеологий. Территория мавзолея в настоящее время оцеплена. Ни одна из террористических группировок пока не взяла ответственность за это нападение. А в результате стрельбы на детской площадке в Северной Филадельфии погибли три человека. Еще один тяжелоранен. Сообщается, что власти разыскивают пятерых подозреваемых. По данным полиции, на месте происшествия были обнаружены гильзы от трех единиц огнестрельного оружия разного калибра. Мэр города выразил соболезнования семьям пострадавших. По его словам, в городе установлены больше ста новых камер видеонаблюдения вокруг городских центров отдыха, которые позволят снизить преступность. Боливия продолжает бороться с сильными лесными пожарами. Сейчас огонь разгорелся на востоке страны, близ города Санта-Крус. Подтверждены почти 90 очагов возгорания. В регионе введен оранжевый уровень опасности. В тушении задействована авиация и сотни специалистов. Но справиться с огнем пока не удается. Только в этом месяце в Боливии зарегистрировали 13 тысяч пожаров. За один год потери леса в стране ускорились примерно на треть. Мы ввели оранжевый уровень опасности по лесным пожарам. Были учтены следующие параметры. Увеличение количества пожаров, увеличение количества очагов и погодные условия, способствующие распространению пожаров. В настоящее время наблюдается сильный ветер. Время – Время – Продолжение следует... Продолжение следует... За этот месяц зафиксированы рекордные продажи кондиционеров, заявляют представители магазинов электроники. За выходные температура в некоторых регионах составила 49 градусов по Цельсию. Из-за жары жители меняют свой привычный образ жизни. В июле и августе в Иордании наблюдается повышенная температура воздуха. Это напрямую влияет на жизнь людей. Многие вынуждены переносить свою деятельность на прохладное время суток, на ночь. Также сильно возрос спрос на кондиционеры. Тем временем на севере Китая проводятся восстановительные работы после стихийного бедствия. Паводковые воды отступают от пострадавших регионов. Сейчас остро стоит проблема санитарии. Из-за перебоев электричества в холодильном хранилище площадью 1600 квадратных метров испортилось свыше 900 тонн мясных продуктов. Для дезинфекции помещения власти привлекли специалистов. Также возобновилась работа общественного транспорта. Она была приостановлена из-за проливных дождей и наводнений. Мы продолжаем бороться с засухой. На юге Казахстана предложили передовыми технологиями. Там начали тестировать специальную установку, которая вызывает дождь. Ее, по словам разработчиков, уже опробовали в других странах. В Шымкенте пока используют в тестовом режиме. И предложили на рассмотрение местным властям. Ведь ежегодно аграрии юга – заложники погодных условий. Порой им приходится работать на пределе возможностей из-за нехватки поливной воды. И, по прогнозам экспертов, в регионе ожидается маловодие. Подробнее в материале Катерины Попковой. Технология против засухи и чудо-установку по вызову осадка в Шымкенте тестирует Алтайя-Набек. Он международный эксперт в сфере климатических технологий. Мужчина уверен, метод данного оборудования прост, а результат – действенный. Технология, которую мы используем, – это технология ионизации нижних слоев атмосферы, которая сейчас практикуется многими странами, в том числе Эмираты. Эмираты и Оман. На территории Ирана мы проводили данные работы. Это самые жаркие периоды. Технология, по словам специалистов, не представляет опасности для людей и животных. Пилотный проект Алтайя-Набек показывает за счет своих средств. Но он направил письма в Экиматы и Министерство. В случае, если идею одобрят, такие установки появятся не только в Шымкенте. Ранее их уже использовали в Мангистауской области. Включили, подали напряжение на установку. Над установкой образуется электрическое поле. Оно не влияет на окружающее. И здесь за счет увеличенного напряженности поля они разгоняются и моментально уходят в атмосферу. А результат можно увидеть не сразу. На это, по словам эксперта, может уйти несколько дней и даже недель. К проекту другие специалисты пока присматриваются и не отрицают, что в регионе объемы воды значительно сокращаются. Да, мы представляем, что по реке Средае есть у нас не водообеспечение. То есть это у нас Тухталубская водохринча и Харакунская. В этом году Тухталубская водохринча по сравнению с прошлым годом у нас идет минус 2 миллиарда воды. В этом году осадки меньше, чем в прошлом году. На юге Казахстана прогнозируют маловодие и заложниками ситуации становятся в основном аграрии, которые ощущают дефицит воды. Решить проблему, по данным Казватхоз, пока пытаются за счет увеличения насосов, возрождения растительных каналов и модернизации крупных водных объектов. Сейчас ученые также объединяют усилия, чтобы противостоять засухе. Доктор технических наук, профессор Нагимаджак и Пекова совместно с коллегами из Армении и Грузии разработали бактерицидные циолитовые фильтры для очистки и обеззараживания воды. Они позволяют решить вопрос качества и безопасности живительной влаги. Воду, которая сейчас не применяется для питьевых нужд, в результате применения технологии, можно будет ее применить. Она будет уже на 80% очищена. Ее можно будет применить для животных и тем самым сэкономить воду для человека, то есть питьевую воду. В этом плане наше министерство хочет запустить несколько проектов. Это очень хорошо поможет нашему климату. Я думаю, это позволит остановить вот эти засушливые месяцы. Аграриям Юга уже давно предлагают поэтапно переходить к водосберегающим технологиям. В ближайшее время также будет проведена инвентаризация орошаемых земель в Туркестанской области. Оказалось, статистика расходится с реальностью. Например, рисовой культурой по магистральному каналу Достык должны быть засеяны 274 гектара, а по факту 2900. Такая же ситуация с хлопком. В итоге потребление воды рассчитывается неправильно. Катерина Попкова, Самат Нахашбекулы, Шумкент, Хабар, 24. Между тем, поступила информация из правительства страны. Столичная ТЭЦ-3 готова на 90%. С ходом строительства долгостроя ознакомился Алихан Смаилов. Глава кабинета министров проверил работы по запуску газовых тепловых станций Туран и Юго-Восток. В этом году власти планируют поэтапно ввести в эксплуатацию 4 газовых котла. По его словам, запуск двух газовых котельных и новый ТЭЦ дадут городу порядка 1000 гигакалорий в час тепла уже в этом отопительном сезоне. К примеру, министр поручил Акимату принять все необходимые меры, чтобы своевременно запустить ТЭЦ-3. При этом Смаилов пообещал, что в будущем в столице будут строить дополнительные газовые котельные. Было отмечено, что они имеют преимущество, так как позволяют экономично потреблять природный газ. Кроме того, они рассчитаны на работу с дизелем. Между тем, страны Европейского Союза раньше срока добьются своих целей в области использования солнечной энергии. Они были поставлены на 2030 год. Прорыв в этой сфере означает глобальное сокращение выбросов, заявляют эксперты. В 2022-м был добавлен 41 гигаватт новых солнечных мощностей. Это на 40% больше, чем годом ранее. Ожидается, что в этом году цифра превысит 50%. Так, согласно последним данным, страны ЕС достигнут своих целей по производству солнечной энергии уже к 2023 году. Ну а к этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Берегите себя. Увидимся обязательно. Редактор субтитров А.Семкин